Как же я люблю нашу русскую экономику с ее деревянным рублем. В ней по-настоящему есть что-то прекрасное, по-настоящему есть что-то привлекательное. И сегодня я хочу, чтобы вы тоже полюбили нашу русскую экономику, потому что она заставляет нас не сидеть на месте, она дает нам волшебный пендаль. И мы идем к своей цели, мы идем вперед. И вы знаете, я учился в институте, у меня есть высшее образование, а не просто тут сижу вам так вот тараторил. Я учился на экономиста. И вы знаете, я не понял, вот пять лет просидел штаны в институте и не понял этого предмета. Я не знаю, правда, кто в этом виноват. Может быть, я виноват, потому что я такой тупой. А может быть, виноваты мои преподаватели, потому что они оказались не такими профессиональными и не смогли открыть весь спектр этого замечательного предмета. И вы знаете, я обиделся на этот предмет. Я обиделся на экономику. И назло этому я стал не экономистом, я стал менеджером. И сегодня вы можете увидеть результат моей деятельности менеджером. Посмотрите, пожалуйста, этот видеоролик. Итак, вот еще один у нас утеплитель, который хранится здесь на террасе. Это базальтовый утеплитель. Мы его сняли с этого дома. Вот, с этого нового дома. Тут человек еще не пожил, а утеплитель он уже меняет. То есть он толком, даже кровлю еще не эксплуатировал, но уже пожал плоды того, что у него там очень было холодно. Образовался даже конденсат на подшивке свесов. Вот такой вот подшивке свесов у него образовывался конденсат. Например, бывают вот такие вот дырки большие. Вот такие вот дырки бывают. Бывают вот такие вот маленькие дырки. Бывают вот такой вот обход трубы гидрозолюционной пленкой. Видите? Ничего нету. Бывают целый набор дырок. Вот дырки. Вот тут дырки. Тут дырки. А бывает даже у кого-то сыграет совесть, и он возьмет ленту и заклеит. Тут заклеит, а тут не заклеит. Потом утепление идет полностью до конца. Пленка в коньке полностью открыта. Нахлесты не проклеены. У пленки, если посмотреть, большое количество вот таких больших пятен. Вот такое вот суперместо тут есть. Была вот такая вот заплатка. Потом я ее оторвал. Вот, сюрприз. Супер. Вот так вот. Называется скрытая работа. Все делается отделкой. А потом у человека течет крыша. Вы знаете, когда я скинул этот видеоролик заказчику, он переслал его подрядной организации, которая выполняла там кровельные работы. Там было две подрядные организации. Одна занималась утеплением кровли. Они вещички свои собрали и свалили, короче. На телефон не отвечает. А вторая подрядная организация, они как настоящие добросовестные экономисты. Они это сообщение прочитали. Они там выполняли монтаж гидрозолюционной пленки, монтаж обрешета контореек, монтаж кровельного покрытия. И они как настоящие менеджеры, нет, неправильно, как настоящие экономисты, как настоящие экономисты, конечно же, они увидели этот видеоролик и им как-то не по себе стало. У них где-то что-то там подгорело. И они подготовили настоящий экономический ответ, который они скинули заказчику в WhatsApp. И, соответственно, он это сообщение переслал мне. И сейчас под замечательную музыку я вам прочту это замечательное сообщение. Итак, начнем. Пятна на пленке – это капли масла от бензопилы. Небольшие отверстия в мембране ни на что не влияют, так как эта пленка нужна для защиты от возможного конденсата-утеплителя, который иногда скапливается на внутренней поверхности кровли при резких перепадах температуры. Гидрозакционную пленку не клеют. Ее укладывают с перехлестом снизу вверх, чтобы капли конденсата могли спокойно стечь вниз, а воздух, который заходит под свескровлю, мог еще и поддуть под пленку и проветрить утеплитель. Задача данной пленки – защитить утеплитель от возможного конденсата, а не от протечки крыши. При протечке это бесполезно, так как пленка в любом случае дырявится гвоздями об решетке. Давайте попробуем с вами разобрать смысл этого экономического, настоящего экономического сообщения. Вот пятна на пленке – это капли масла от бензопилы. Вот понимаете, немцы, вот что они пишут в своих инструкциях? Вот они пишут, вот масло ни в коем случае не должно попасть на мембрану. Почему они так пишут? Потому что они утверждают, что типа масло разрушает внутренний слой диффузионной мембраны. И она в этом месте становится воздухопроницаемой и паропроницаемой. Вот что они несут, понимаете? Дальше он пишет, небольшие отверстия в мембране ни на что не влияют, понимаете? Вот дырки в пленке – это совершенно нормально, совершенно нормально. Вот гидрорезолюционную пленку, так же он пишет, ее не клеят. Вот понимаете, вот что такое воздухонепроницаемая конструкция? Вот институт пассивного дома, где я учился, основные положения по проектированию пассивных домов. Ну, в первую очередь я учился на экономиста, да, но потом же я обиделся и пошел какой-то ерундой заниматься, пошел учиться на менеджера. Вот настоящая менеджерская литература, в которой написано на 24-й странице, пункт номер 5. Так и называется «воздухонепроницаемая оболочка». Наружные оболочки здания должны быть воздухонепроницаемыми. Этот принцип просто не подлежит сомнению. Он уже давно установлен в соответствующих строительных нормах ДИН 4108. Ну что они несут, понимаете? Какая может быть экономика у нас? Задача данной пленки защитить утеплитель от возможного конденсата, а не от протечки крыши. При протечке это бесполезно, так как пленка в любом случае дырявится гвоздями, понимаете? Зачем строить менеджеры? Что они несут? Они говорят, стройте на века, стройте на 50 лет, на 30 лет хотя бы, 30-50, 100 лет, понимаете? Какие 100 лет? Нужно строить на несколько лет. Вот девиз настоящего русского экономиста. Вот один раз человек переделал крышу, да? То есть, смотрите, сразу экономическая цепочка начинает работать. То есть, приезжают мои люди, они работают там. Что они делают? Они зарабатывают деньги. Соответственно, что еще происходит? Машина везет строительные материалы, машина везет строительные леса. Водителю надо деньги заплатить. Что дальше происходит? На заправку надо заехать, то есть, заправиться, там, например, на Газпром, да? Бедным людям нужно помочь. Потом, что еще нужно сделать? Купить какие-то материалы, расходники. То есть, на рынок поехать, саморезы купить. Соответственно, нашим друзьям идет зарплата тоже. Утеплитель купить надо. Пароизоляционную пленку, бруски. То есть, целая экономическая цепочка начинает работать. Понимаете? Это очень прекрасно. А мы, менеджер, да? Они же, блин, не понимают, не секут фишку. А экономист, он как настоящий экономист, он понимает, что в России, даже вот сейчас, во время пандемии, во время кризиса, когда там нель стоит 25 долларов за баррель, мы все равно не остановимся. Все равно русский, вот этот вот русский экономический принцип, он все равно будет работать. И вот это вот, друзья мои, прекрасно. Еще хочу вам, друзья мои, привести один замечательный пример. Недавно мне скинули проект дома из оцилиндрованного бревна и скинули к нему сразу смету. Дом уже стоит год, он уже отстоялся и, конечно же, человек хочет накрыть его какой-нибудь прекрасной, прекрасной крышей. И вы знаете, когда я начал анализировать эту смету, я понял, что она прекрасна во всем. Начиная от качества материалов, кончая пунктами, которые там идут. И качество материала, просто посмотрите, гибкая черепица за 230 рублей квадратный метр. Это прекрасная экономическая цена. Вторая позиция идет. Первая, гибкая черепица Ранчо от компании Техно Николь, а дальше идет подкладочный ковер от компании Деки. И вот Шинглос, производитель Техно Николь, как настоящий, хороший, серьезный производитель, он, конечно же, должен давать какие-то гарантийные обязательства. У них даже талон гарантийный есть, где прописаны условия гарантии. Там есть такая позиция, там, нет, не позиция, там есть такое понятие, как абсолютная, абсолютная гарантия. Целых 15 лет. И человеку всего лишь нужно выполнить несколько небольших пунктов. Вот взять гибкую черепицу Техно Николь, подкладочный ковер Техно Николь, мастику Техно Николь и все комплектующие производства Техно Николь. А этот настоящий экономист, который продавал, который составлял эту смету, что он делает? Уберет подкладочный ковер Деки и одним махом просто лишает человека гарантии. И это прекрасно. Не стройте на года, там, десятилетия. Стройте всего лишь максимум на несколько лет. Дальше начинаем смотреть. Посмотрите, есть утеплитель, то есть это крыша мансардная, да? Она же должна быть теплая, целых 20 сантиметров утеплителя там. Потом идет диффузионная мембрана, идет пароизоляционная пленка. И нету, нету, друзья мои, ни одного клея, нету ни одного скотча, там, или ленты, как некоторые любят называть. Нету ничего этого, потому что это все происки менеджеров. Впарить и заработать на нас, на честных людях, да? Вот эти вот все скотчи там приклеить, еще заработать там, заломить цену. Это не нужно ничего делать. Нужно сэкономить, чтобы через несколько лет процесс вот этот экономический, вот эта экономическая машина, она не останавливалась. И шла только вперед, чтобы процесс этот шел. Вот что делают немцы, да? Они клеят там туда-сюда, посмотрите, вот ерундой занимаются. Вот посмотрите этот ролик. Так, деревянный дом, тропильная конструкция уже стоит. Вариантов нет, чтобы сделать примыкание по пароизоляции. Сейчас будем делать запил. Субтитры сделал DimaTorzok Сделали запил. Запил у нас готов. Аккуратненько все. Запилили. Следующий этап. Сейчас будем наносить туда клей DeltaTix. Наносим DeltaTix. Запил. Мы отрезали полосу пароизоляции, 30 сантиметров примерно. И сейчас будем ее вклеивать в наш запил. Так, мы зафиксировали полосу на стропиле ноге. И сейчас будем аккуратненько ее приклеивать. Дальше вниз, вруф, вруф, вруф крепко. Браво. Я правильно делаю, да? Да, да, да. Что, я вот делаю так вот. Клёпка очень крутая. Я даже мигольник мостром ни разу не пробовать. Я почувствовал, что она рвется. Работа, конечно, муторная, но вариантов нет. Стропилы уже стоят. Закрепляем основной слой на стропильной ноге. Теперь мы приклеиваем основной слой пароизоляции в полосе, которую мы вклеили в запил. Закрепкаем. получился целостный контур. Отлично! Ребята молодцы!